добрый день вот на сегодняшней лекции мы будем заниматься проблемой определимости я говорил о том что наш области математической логики и алгоритмов есть такие вот основные базовые понятия как понятия доказуемости связаны с ним понятия истинности модели структуры и далее следующая наша завершающая тема будет понятием вычислимости связано с ним понять алгоритма и так далее вот а вот ближайшая тема это будет понятие определимости как можно какие-то одни понятия определить через другие ну и это понятие оказывается тесно связанным с представлением об автоморфизмах помните что это такое структуру и структура строения определимость и пространство определимости будет связано с пространствами некоторых групп тут возникает такая уже формальная математическая задача как описание решетки определенности поясняется что для того чтобы разбораться с разными определимостями как что-то определяющие другое часто бывает недостаточно рассматривать саму структура надо рассматривать его расширение элементарное расширение но вот этого оказывается уже достаточно это замечательная термос веномерса которая будет основным результатом который мы установим в рамках этой лекции мы постараемся самостоятельно ее доказать ну так как и раньше мы делали с другими важными теряемой математической лунице и так пусть у нас задан некоторый универсум и на нем задано некоторое множество отношений ну и мы уже встречались с этой ситуации я ничего нового не скажу а мы можем определить одно отношение через другое но так же как и случаях ситуация компактности на самом деле всякое определение эти отношения из s будет определением через конечное число этих отношений в определении чего-то может использовать только конечное число того через что мы определяем ну поэтому любое конечное подно что в с дальше дать имена тем отношениям которые мы взяли помните что есть там эти местные отношения то и соответствующие не должно предусматривать именно пять таких свободных мест потому что расправляем аргументы и дальше можно взять любую формулу логике отношений связанными переменами с квантами ну и со свободными переменами ну и вот эта формула сдает отношения раз у нас есть значение имен которые туда вошли то эта формула дает в качестве значения некоторое отношение это отношение оно определимое через исходное множество отношений вот довольно понятное определение вот если какие-то вопросы то можно и задать ну вот и и и и и и и и и так но вопросов нет давайте продолжать они демонстрируются еще одна и посмотрим все что видный экран не видит можно использовать такое понятие базовое попросту несложное понятие используем и в разных конструкциях алгебры и топологии ну вот и в логике тоже понятие замыкание то есть будем добавим все то что можно определить ну и как это обычно бывает замыканием если мы еще раз начнем добавлять то ничего нового не появится одно из свой замыкание что замыкание от замыкания совпадает замыкание если похоже у нас была ситуация модальных логик и на самом деле тоже связано с топологическими интерпретациями модальности но в этом еще отдаваться не будет возникает понятие замкнутого множества мы в данном случае замыкание то общее понятие просто использовали его в этой ситуации объяснили что это такой вот определимость от замыкания дальше вот те множества которых замкнутыми мы называемся пространственной определенности да то есть мы начали с любого множества отношения с дальше его замкнули помощью определимости и получили вот то что мы называем пространством определенности на этих пространствах определенности можно определить операции довольно естественные операции ну такие они в некотором смысле напоминают операции над линейными под пространством некоторого пространства значит если мы взяли скажем ну можно все это покрыть в одно большое пространство вообще рассматривать вообще все отношения можно смотреть некоторый класс отношений замкнуть и такое пространство отношений вес и дальше рассмотреть его под пространство то есть выделить среди отношений внутри с такую там 10 15 of these конечно бесконечно неважно замкнуть ее вот будут такие подпространства теперь если есть два подпространства на одном универсуме то мы можем определить для них операции объединение пересечения в некотором естественном смысле ну вот пожалуйста давайте подумаем как эти операции определить окну получается что пусть у нас одно подпространство порождается множеством отношений 2 множеством отношений к тогда естественно определить объединение подпространство как множество отношений порождаемых объединением множество отношений поика вот ну и пересечения соответственно как все отношения которые могут быть получены из пересечения Да, но это совершенно верно, только для объединения можно взять порождающие, можно взять сами подпространство, это все равно, и дальше замкнуть их, то есть посмотреть, что получается или из этих порождающих, или из обоих подпространств. А для пересечения надо взять пересечение двух подпространств. Если мы возьмем просто пересечение порождающих, то, наверное, оно может быть пустое, так просто выбраны формулы, выбраны отношения, что они на самом деле, как множество отношений, не пересекаются. Вот если взять их замыкание уже, и взять пересечение замыканий, получится тогда действительно операция, разумная, корректная операция пересечения для этой самой структуры, структуры пространства отношений. Скажите, пожалуйста, вот что понимается под решеткой? Где там решетка? Вот, ну вот тут как раз есть такое упражнение, найдите определение, что такое решетки, например, посмотрите в Википедии, и поймите, что это решетка. А решетка – это такая структура, алгебраическая структура, часто говорят, в которой есть две операции – объединение и пересечение, ну, с некоторыми свойствами. Ну, вот эти свойства выполняются в равной степени и для решетки, скажем, линейных подпространств, и для решетки пространства определимости. Ну, определение – это вот вы посмотрите просто. Почему у нас при пересечении пространства определимости получится пространство определимости? Ну, да, такая вот задачка. Давайте все подумаем, почему пересечение пространства определимости будет пространством определимости. потому что пересечение множество отношений это тоже множество отношений ну да конечно ну и более того она будет замкнута здесь только в замкнутости вопрос в общем-то стоит да да правильно попытаемся его замкнуть если у нас получился какой-то элемент то спрашивается то все эти элементы которые там и так были лежали в одном из предыдущих множеств которые мы пересекали значит этот элемент получился бы и в замыкании предыдущего ну да правильно если возьмем из пересечения какой-то элемент он лежит в обеих замыканиях значит это их пересечения да правильно совершенно да спасибо разобрались ну да действительно пересечения совсем просто вот просто то что называется теоретика множественное пересечение так как в линейных пространствах есть два плоскости в трехмерном пространстве их пересечения просто то есть вот та прямая ну или пустое множество или одна из них которые получаются просто эти множественные пересечения объединение ну определяется естественно но чуть более сложно на один шаг поражнее если мы хотим рассматривать объединение двух прямых то это не теоретика множественных объединения а это есть их линейное замыкание комбинация но также и здесь если мы хотим определить объединение разумным образом под пространство определенности надо взять просто замыкание их теоретика множественного объединения вот такая здесь операция если мы фиксируем универсум фиксируем некоторое пространство определенности дальше возьмем подпространство образуют решетки ну потом мы называем решетка определенности вот надо действительно проверить кто это решетка я не буду здесь проводить определение решетки когда будете разбираться ну кто-то из вас наверное знает что такое решетка это конечно очень несложное определение самая популярная решетка это просто система всех подножист да это пространство подножить это пространство тоже образует решетку ну вот найдите определение проверки что действительно решетка итак это решетка определимость если мы рассматриваем некоторую структуру ну как мы помним структуры это какие-то имена для объектов и для отношений мы можем считать что имя объекта то же самое что имя одноместного отношения но вы помните выделяющего ровно этот объект можно сказать что объекты частный случай отношения но нам удобно бывает их разделять вот и дальше возникает все что определимо через эти отношения и эти объекты это пространство определимости для данной структуры ну у него тоже возникает самое подпространство которое образует решетка определимости для структуры да то есть мы начали с того что имена уже есть проделали всю конструкцию которая нам нужна нам уже можно не присваивать имена для отношений получается пространство определимости ну и вот такая общая задача которая возникает вот в этой ситуации если есть какая-то структура есть ее собственное пространство определимости как-то описать решетку то что попадает те меньшие определимости меньшие замкнутые множества определимости подпространство определимости которое там возникает ну и как устроены их объединения пересечения и так далее вот оказывается что эта задача непосредственно связана с автоморфизмами ну вы помните что такое автоморфизм это такое взаимнозначное соответствие универсума при котором сохраняются все исходные отношения так автоморфизм для пространства определимости это вот такая операция которая будет сохранять все отношения ну включая и вот имена для которых имелись наши структуры вот сейчас может быть я переключусь на заранее подготовленные слайды буду уже рассказывать вам просто по лекции там кажется у нас не точно записалось то что нужно поэтому сейчас пару минут я выключу и включу снова уже просто демонстрация слайдов до 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 Спасибо. А теперь я буду говорить в живую и иметься в виде маленького экранчика у вас. Ну, в правой части по-прежнему у нас будет свободный экран, а на левой части будет идти разговор. Ну вот, значит, таким образом мы рассматриваем теперь вот эту самую решетку, определим из данной структуры. Мы поняли, что это такое. И есть с другой стороны автоморфизма. Ну вот автоморфизм, помните, взаимодозначенное отображение универсума на себя, которое сохраняет значение имен. То есть, если у нас есть имя объекта, то этот объект переходит в другой объект, но в тот же самый объект. Объект с тем же самым именем, в тот же самый объект. А если у нас есть отношение, то оно сохраняется. Если там было что-то больше чего-то, то и при автоморфизме образы также соотносятся друг с другом. Ну вот, уже мы сталкивались с тем, что называется соответствием ГЛУА. Это у нас было связано с теориями и моделями теорий. Когда мы в теорию что-то добавляли, то моделей становилось меньше. Требований больше, а объектов, отвечающих требованиям, оказывалось меньше. И вот здесь такая же ситуация, тоже соответствие ГЛУА, тоже антимонотонное. То есть, если мы берем больше подпространства, то есть больше отношений, которые должны сохраняться, то и автоморфизма, в которых сохраняется, становится меньше. Ну и наоборот, если мы возьмем, добавим какие-то автоморфизмы, потребуем сохранения относительно всех автоморфизмов, то в каких отображений, то соответственно отношений станет меньше. Ну вот, значит, здесь то, что здесь называется… Ну, вы все слышали слово «подгруппа», здесь используют такое необычное слово «надгруппа». Ну, слово «над» как раз относится, связано с тем, что у нас такое антимонотонное отношение. То есть, вот мы начинаем с самого большого пространства, пространства всех отношений, определимых в данной структуре. И дальше начинаем брать в этом самом большом пространстве некоторые его части. Значит, самому большому пространству соответствует самая маленькая группа, а меньшим пространством соответствуют большие группы, которые мы называем надгруппой автоморфизма всего пространства. Понятно это? Ну, вопросов нет, думаю, что все понятно. Вот. Идем дальше. Ну вот дальнейшая история вот какая. Значит, мы рассматриваем порядок на рациональных числах. Вот возьмем такую структуру. Рациональные числа и отношения меньше. Вот. Ну вот есть такая общая задача. Понять, как устроена решетка определимости для него. То есть, если есть все отношения, теперь мы берем какие-то из них, берем их замыкание и смотрим. Может быть, получится не все отношения, а есть какие-то меньшие пространства. Ну вот подумайте, есть ли какие-то идеи про меньшее пространство. Про код пространства, пространство определимости порядка рациональных чисел. Ну, так сразу не видно. Ну, давайте посмотрим тогда понемножку, постепенно. Возьмем, начнем с нульместных отношений. Какие есть у нас нульместные отношения? Ну, понятно, что нульместные отношения у нас только константы. Это истинный ложь. Это неинтересно. Там вообще нет никаких аргументов. Вот. Вот есть одноместные отношения. Какие могут быть одноместные отношения, определимые в порядке рациональных чисел? Можно ли, например, определить отношения быть равным нулю? Как вы думаете? Ну, при автоморфизмах значение отношений должно сохраняться, поэтому нельзя так, у нас в этой структуре ноль не имя, поэтому в него можно перевести все, что угодно с двигом. Например, ну да, совершенно верно. Например, какой можно взять автоморфизм? Проведите, какой-нибудь пример автоморфизма. Ну, единицу ко всем прибавить. Да. Если перевести х в х плюс один, то это автоморфизм, потому что то, что было меньше, останется меньше, то, что было больше, останется больше. Имен для объектов у нас нет, все в порядке. Ну, и действительно, тогда ноль перейдет в единицу. Ну, значит, для единицы тоже отношение должно быть верным. Ну, значит, какие-то нетривиальные одноместные отношения не существуют. Ну, совершенно верно. Извините, а мы не можем считать автоморфизмами только те, которые сохраняют ноль? Ну, если бы у нас в сигнатуре был ноль, то мы не то, что могли бы, а даже обязаны были бы считать автоморфизмами те, которые сохраняют ноль. Но поскольку в сигнатуре нет такого, то мы в группу автоморфизмов всего нашего пространства, всей нашей структуры должны отнести все автоморфизмы, в том числе и те, которые добавляют единицу. Поэтому не можем. Вот так определяется понятие автоморфизма. Ну, как вообще выглядят все автоморфизмы? Давайте сегодня, секунду, подумаем, что значит автоморфизм порядка рациональных чисел. У меня есть подозрение, что вот здесь группа автоморфизмов, она вообще изоморф на Ку, и это просто будут сдвиги на Ку. Замечательная идея. Замечательная идея. Значит, что это просто сдвиги на какое-нибудь рациональное число. Еще, по-моему, умножать можно. Еще умножать можно, да. На 2, например. Да, да. Вот есть такая идея. Давайте х переводить в 2х. Ну, или еще х можно перевести в 2х плюс 6, например. Будет ли это автоморфизмом? Подойдет ведь любая строго монотонная функция. Да, подойдет любая строго монотонная функция, но она должна быть еще объекцией, то есть должна быть взаимнозначным соответствием. Значит, из всякого числа должно что-то получаться, и всякое число должно получаться, потому что первые требования на изоморфизм, первые требования на автоморфизм в данном случае, это то, что мы все числа получим. Ну, вот можете в качестве упражнения подумать, почему все такие отображения будут непрерывны. Ну, почему это интуитивно ясно, и как это формально доказать, как вам кажется? Какую топологию мы это рассматриваем? Ну, да. Нужно смотреть топологию, и что? Ну, получается, что у нас дискретная топология на множестве рациональных чисел. Ну, она не то, чтобы шибко дискретная, значит, ну, в некотором смысле там есть такие, как бы, на действительные числа являются пределами последствий рациональных чисел, и вот их там нет. В этом смысле она не то, чтобы дискретная, но, значит, вот такое неполное пространство. Ну, тем не менее, понятие непрерывной функции, конечно, можно определить. Вот. И вот оказывается, что все эти отображения будут непрерывными, то есть в них не будет дырок. Ну, это довольно понятно как раз из-за того, что мы уже сказали, что если мы возьмем эти самые эпсилон-окрестности на оси Y, найдется дельта-окрестность, ну, и так далее. Можете пытаться подумать на эту тему. Ну, и дальше эти отображения образуют группу. Ну, группа у нас всегда будет получаться. Такое, что-то устроено, это общее упражнение для любых структур, что группа автоморфизмов, множество автоморфизмов, относительно группа. Ну, вот. И вот возникает вопрос о том, какие есть двуместные отношения, которые определимы через порядок. Ну, сам порядок определим через порядок. Это верно. То есть отношения меньше, определимы через отношения меньше. Это тривиально. Что еще можно определить? Не равно. Что? Не равно. Не равно, да. Ну, вот мы считаем, как вы помните, что в нашем языке равенство всегда есть. Поэтому отношение равенства у нас оказывается в любом подпространстве. Отношение неравенства не равно тоже есть в любом подпространстве, потому что аналогически получается просто из него формулой отрицания. Так что это действительно верно. Это отношение у нас будет иметься в нашем подпространстве. Да, какие еще там будут отношения? Отношения не строгого порядка? Не строгого порядка, да. Отношения не строгого порядка. Да, будет еще одно отношение. Это верно. Ну, и отношения больше, конечно, тоже будет. Ну, и разные их комбинации тоже там будут, конечно, в этом подпространстве. Вот. Но вот замечательно, что пока что у нас получалось или нечто совсем такое примитивное, просто равенство, неравенство, вот. Или вот получалось что-то похожее на само отношение меньше. Кстати, какая будет группа автоморфизмов для отношения равенства, как вы думаете? Получается, любая перестановка. Да. Для отношения равенства, как и для отношения неравенства, группа автоморфизмов – это просто любая перестановка на рациональных числах. Вот. Кстати, можно подумать, какая мощность будет у этого множества, и заодно, какая будет мощность у множества всех вот этих самых монотонных объективных отображений. Подумать, какие там будут мощности. Сейчас мы не будем на это тратить время, просто кто-то может по ходу дела сообразить. Ну вот. Значит, получается, что отношение порядка, пока мы больше ничего не придумали. Ну вот, а давайте теперь подумаем. Вот если у нас есть такое-то двухместное отношение, да, и вот оно сохраняется при автоморфизме, что это может быть за отношение? Ну, автоморфизм может сохранить одну фиксированную точку, а вторую, которую мы подставляем в это отношение, она может быть любой, которая, допустим, больше либо равна, если изначально она больше либо равна была. Поэтому мы не сможем точнее определить. Ну да, это нужно. Но более того, если немножко дополнить, то, наверное, любые два рациональных числа, что одно меньше другого, можно перевести в любые другие, где одно меньше другого. Значит, всегда можно перевести пару чисел, что одно меньше другого, в любую другую пару чисел, что одно меньше другого. Верно? Лежать между, по-моему, сохраняется при автоморфизме. Да, значит, вот теперь действительно мы рассматриваем такое отношение. Это отношение на самом деле трехместное, которое означает лежать между. То есть, есть три числа, и вот одно из них лежит между двумя другими. А вот какие будут автоморфизмы у этого трехместного отношения? Ну, здесь будет умножение на числа. Что-что? Опять будут сдвиги, это точно. Получается, мы уже берем… Мы выразили отношение между через отношение меньше. Ну, как это выразить? Ну, довольно понятно, что значит между. Значит, это промежуточное больше первого, меньше второго, или наоборот, меньше первого и больше второго. Значит, мы выразили отношение между через порядок. Это понятно. Теперь мы ищем разные автоморфизмы для отношения между. Ну, тогда, поскольку мы его выразили через порядок, то все отношения, которые выразимы через порядок, они, конечно, сохраняются всеми автоморфизмами порядка. Поэтому мы можем любое взять монотонное взаимодействие отображение, и оно будет сохранять отношения между тоже. А есть ли какие-то еще отношения? Которые меняют порядок. Ну, допустим, умножение на минус единицу и композиция сохраняющих порядок. Да, совершенно верно. Мы можем взять умножение на минус единицу, взять композицию этого отображения с любым отображением, сохраняющим порядок, и это отображение будет сохранять отношения между. То есть, строго убывающие объективные функции? Убывающие, да, да. Можно взять любую убывающую непрерывную функцию, строго убывающую непрерывную функцию, и она будет автоморфизмом. Вот два эквивалентных определения. Что мы берем какую-то одну убывающую функцию и умножаем ее на все возрастающие, или берем просто все возрастающие, все убывающие функции. И всякая композиция тоже будет или возрастающая, или убывающая. Если мы перемножим две убывающие, получим возрастающую, ну и так далее. Вот. Так вот, что получилось? Получилось, что для между у нас оказалось больше автоморфизма. Из этого вытекает такое замечательное обстоятельство, что через между определить порядок нельзя. Подумайте минутку, почему. Мы просто это уже сказали, но подумайте сейчас еще самостоятельно. Почему нельзя? Ну, потому что есть автоморфизм, который меняет порядок. Вот как раз у нас, извините, на минус единицы. Ну да, конечно. А если мы могли определить, то тогда бы этого не было. Сейчас я еще раз попробую найти свою другую презентацию. Прошу прощения. Прошу прощения. Деньă. Спасибо. Так. Ну, хорошо, значит, мы с этой ситуацией разобрались, давайте дальше двигаться. Вот возьмем еще одну структуру, тоже очень простую. Ну, после чего она у нас была, у нас обычно бывали натуральные числа, это сам по себе интересный объект. Да, виден мой экран, я надеюсь. Но целые числа, конечно, в некоторых отношениях похожи на натуральные, в некоторых отношениях даже еще проще. Вот мы сегодня при этом не упоминали, а есть ли у нас имя для нуля? Ну, вот в ситуации натуральных чисел, конечно, оно есть, а в ситуации целых имя для нуля отсутствует. И вот возьмем такое двухместное отношение, обозначенное плюс один. Ну, мы помним, что плюс один – это вообще, говоря, операция, но мы считаем, что это двухместное отношение. И ко мне цифр плюс один. Все это мы помним. Возникает такой вопрос – можно ли определить плюс два через плюс единицу, как вы думаете? Можно ли определить отношение плюс два через отношение плюс один? Через плюс один, да. Как определить? Существует элемент такой, что он равен плюс один к прошлому и плюс один к нему равен второму. Абсолютно верно. Вы замечательно придумываете и читаете формулы. И это показывает, что иногда действительно проще понять, если даже формулы не писать, а объяснить словами. Вот это вы и сделали. Спасибо. Ну, и вопрос такой. Можно ли, наоборот, определить плюс один через плюс два? Нет, нельзя. Можно сделать такой автоморфизм, когда нечетные, допустим, числа сдвигаются на единицу, а четные остаются на месте. Все правильно, только вот на единицу здесь как-то звучит немножко странно. Если мы нечетное число 3 сдвинем на двойку. На двойку, да. Значит, нужно нечетные числа, например, нечетные числа сдвигать на двойку, а четные оставлять на месте. Вот на картинке, которая здесь нарисована, что на ней происходит? На ней четные сдвигаются, а нечетные на месте. Ну да. На ней нечетные остаются на месте, а четные сдвигаются на единицу. А мы видим, что отношение плюс два сохраняется. Если два числа отличаются на двойку, одно было на два больше другого, то и по-прежнему, например, из пары 2-4 получилось пара 4-6. А вот нечетные числа остались на месте, они не сдвинулись. Это, замечательным образом, автоморфизм для отношения плюс двойка и не является автоморфизм для отношения плюс один. Ну вот. А давайте теперь подумаем над следующим вопросом. А если у нас натуральные числа? Ну, там, например, ноль есть, замечательно все. Но это не важно, на самом деле. Ноль можно как раз определить через плюс один. Да, это то, у которого нет предшествующего. То, которое не является плюс один для чего-то. Вот. А как вам кажется, можно ли для натуральных чисел определить плюс один через плюс два? Вот. Это называется пресноречивое молчание. И спасибо за него, потому что это некоторая проблема. Потому что, если мы скажем, что можно определить плюс один через плюс два для натуральных, ну, естественно, придумать как. А если мы скажем, что нельзя, как доказать, что нельзя? Тогда надо придумать какой-то автоморфизм. А что-то с автоморфизмом в натуральных числах как-то плохо. Вот. Какие, кстати, есть автоморфизмы у структуры натуральных чисел с плюс один? Только тождественные? Да. Да. У натуральных чисел с плюс единичкой никаких автоморфизмов нет. Можно было бы надеяться, что, скажем, добавление единички или десятки – автоморфизм. Ну да, вроде бы отношения сохраняются. А что не получается? Мы не все числа получим. Да, совершенно верно. Не все числа получатся. Это не будет в взаимнозначном соответствии. Поэтому автоморфизмом, это легко доказать, конечно, что автоморфизм для натуральных чисел нет. А с другой стороны, как-то попытаться определить, значит, плюс один через плюс двойку для натуральных чисел, ну, вроде бы как-то не очень видно. Ну вот, как-то не получается. Плюс двойка такая существует сама по себе. Плюс единица. Попрощение, а можно в качестве автоморфизма для плюс два все нечетные, к примеру, вычесть из них единицу, то есть единицу перевести в ноль, тройку в двойку и так далее. А для четных, наоборот, ноль в единицу, два в три, у нас порядок на плюс два сохранится. И вроде это будет автоморфизмом. Тогда ноль не сохраняется. Ну вот, посмотрите еще раз, что вы сделали с нечетными, что вы сделали с четными, и попытайтесь понять, действительно ли у нас, ну, скажем, все четные приходят четные, нечетные, нечетные, и еще плюс двойка сохраняется на тех и на других. Это можно с этим разобраться. Ну, давайте двигаться дальше. Значит, мы вот попытаемся все-таки придумать что-то с автоморфизмами для натуральных чисел. На самом деле, некоторый инструмент для этого у нас уже был создан там на предыдущей лекции, но мы к нему обращаться не будем, потому что мы постараемся решить задачу не для натуральных чисел, а вообще для любых структур, для любых пространств. Вот такая будет у нас амбициозная история, как придумать какие-то автоморфизмы. Ну вот, но к этому мы чуть-чуть позже перейдем. А сейчас вот некоторая лемма, которую мы выделили из дальнейшего доказательства. Ну, она сама по себе довольно выглядит красиво, и вот мы ее сейчас обсудим. Значит, пусть, ну так, тем не менее, может быть, не так уж быстро вы сообразите, как она устроена, но по существу вещь довольно простая. Значит, у нас есть, конечно, множество формул, у всех этих формул n свободных переменных. Это, конечно, называется f. Вот. И есть одно местное отношение r. Ну, и мы интересуемся тем, можно ли r определить через f. Значит, у нас есть какая-то структура, в этой структуре есть какая-то сигнатура, в этой сигнатуре мы записали формулу f, есть какое-то отношение r. Ну вот. Дальше, если мы возьмем как формулы из f и определяем, что два n-меренных вектора эквивалентны, есть значение всех формул, из f на них совпадают. Как вы думаете, кстати, сколько может получиться классов эквивалентности? Что здесь вообще такое вектор? Просто n-меренных, x1, xn. А вектор, x1, xn – это переменные, а значение вектора – это значение объектов универсума. Значит, у нас есть универсума. Универсум – хороший вопрос, спасибо, он простой очень, но так или иначе. Значит, векторы – это n-ки объектов из универсума. Значит, мы взяли весь универсум, взяли над ним n-мерное пространство, и взяли в этом n-мерном пространстве два вектора. Вот они эквивалентны, два набора объектов, эквивалентные значения всех формул из f на них совпадают. Сколько может быть классов эквивалентности? Ну, мощность множества f в степени n. Ну, возьмем… Пусть f состоит из одного, из одной формулы. За сколько будет классов? Одна. А, нет, подождите. Столько же, сколько у него значений. А сколько у их значений? Мощность множества, из которых мы берем интерпретацию, получается. Так, смотрите. Формула бывает только истинна и ложна. У формулы два значения – истинна или ложь. А, точно. Два в степени n. Два в степени. Два в степени мощности f. Значит, если мы берем f из одной формулы, оно режет все n-мерное пространство на два куска. На одном куске f истин, на другом куске f ложный. Если у нас f из двух формул, то оно режет все пространство универсум степени n. Ну, может быть, на четыре куска, а может быть, поменьше. Но точно не больше. Потому что сначала мы разрезали на два, потом взяли формулу еще одну. И получилось, что можем разрезать каждую из них на две части. Ну, а иногда может получиться так, что там, где первое f было истинно, там второе f тоже 100% истинно. Ну, а там, где f первое ложно, там на части второе f тоже истинно, а на части ложно. Понятно? Это довольно прозрачная история. Ну, вот. Теперь рассмотрим такую ситуацию. Пусть значения отношения r на любых двух эквивалентных векторах одинаковы. То есть, на каждом классе эквивалентности r констант, постоянно. r тоже местное отношение. Тогда, оказывается, r определима через f. То есть, r так хорошо себя ведет по отношению к f. То есть, там, где все значения f одни и те же, r постоянно. Но это мы так внешне наблюдаем. А почему можно написать формулу, которая определяет r через f? Ну, просто записать как дизъюнкцию формул классов эквивалентности. Вот взять по формуле из каждого класса и написать дизъюнкцию. Значит, по формуле, значит, ну, для каждого класса там какие-то формулы будут истинно, какие-то ложные. Значит, как нам нужно поступить? А, да, не дизъюнкцию. Нужно брать, получается, что-то типа дизъюнктивной нормальной формы по формулам. Да. Совершенно верно. Значит, возьмем один класс эквивалентности. Он задается тем, что f1 и f5 истинные, а там все остальные ложные. Значит, мы тогда выписываем какую формулу? Какие еще раз истинные? f1 умножить на f5 и все остальные ложные. f1 умножить на f5 умножить на не f2, на не f3 и так далее. Теперь это вот конъюнкция или, как вы говорите, произведение, что вполне допустимая терминология, а будет истинной на этом классе. Чудесно. А r там какое? Ну вот взяли такие конъюнкции по всем f. Для каждого класса такое записали. Это очень хорошо. На одном классе мы написали, что на этом классе такие-то f истины, такие-то ложные. Взяли их конъюнкцию или самих f или их отрицания. Получили, что теперь эта комбинация истинна на этом классе. Но r на этом классе может быть истинной или ложной, да? Ну да. Главное, что она одна на этом классе. Главное, что она одна. Как добиться, чтобы r на этом классе была бы эквивалентной этой конъюнкции? Предположим, например, что мы написали такую штуку, которая истинна на этом классе. А r там ложная. Что нужно сделать? Оно отрицание? Ну просто взять отрицание. Значит, если мы хотим, чтобы r было эквивалентной этой комбинации, нужно взять в этом случае отрицание. Но если r тоже истинна, ну замечательно, тогда нужно взять просто эту конъюнкцию. Совершенно верно. Ну вот. А дальше, как вы правильно говорите, в точность как в дизюнктивно нормальной форме надо взять дизюнкции этих конъюнкций. Значит, получилась такая замечательная факт. Если просто мы понаблюдали за структурой и увидели, что r постоянно на каждой из этих подплощадок, на каждом из этих кусочков на этой карте из 2 в степени k областей стран, и в каждой стране r постоянно, то на самом деле r можно просто определить через те формулы, с помощью которых мы эти страны, эти области задавали. Факт оказался очень простым, но таким содержательным, что вот из равенства значений вытекает возможность написать формулы. Вот такая принципиальная вещь. Ну, заметим, что мы даже определили f через r без всяких квантов, то есть нам даже не нужны были какие-то существования и так далее. Ну, поехали дальше. Значит, ну вот мы столкнулись, обсуждая вопрос о том, можно ли определить порядок через между. Там есть еще интересное отношение, в случае рациональных чисел всего там будет, на самом деле пространство состоит из пяти элементов. Вот такая замечательная задачка, очень важная и интересная, написать пять отношений определимых через порядок и таких, что больше никаких нет. Отношений определимых через порядок, ну, подпространство нет. Ну, несколько из них мы знаем. Самое большое подпространство – это сам порядок, самое маленькое – это равенство. Еще одно мы знаем – это вот между. Вот есть еще пара отношений, не похожих ни на порядок, ни на между, ни на равенство, тоже определимых через порядок рациональных чисел. Ну вот, и вот мы использовали автоморфизм, чтобы доказать, что что-то от чего-то отличается. Ну, например, вот в случае целых чисел мы отличили плюс два от плюс один. Плюс два оказалось меньшим подпространством. Ну вот, с другой стороны, может получиться так, что автоморфизмов не хватает. Ну вот, в случае натуральных чисел нам автоморфизм придумать не удалось. Ну вот, у нас на прошлой лекции как раз была история с автоморфизмом расширения. Мы получали из натуральных чисел некоторое их элементарное расширение. Не помните, какое? С бесконечно большими элементами? Да, да, да. Там были бесконечно большие элементы, но чуть более подробно. Что мы там добавили к этим натуральным числам? Мы добавили условие, что существует С, которое больше любого числа. Это теория. Это верно. Это теория. А дальше мы строили разные модели для нее. И вот какие модели там у нас получались? Н и какое-то число, Z, которое больше. Да. В модели оказывалось число C, которое больше. Но не только само C. C плюс 1, C минус 8 тоже там было. Но мы смотрели разбиение на галактике. Да, да, да. Совершенно верно. У нас возникали галактики. Это совершенно правильно. Там у нас получалось множество всяких галактик. Дальше между галактиками у нас тоже там возникал порядок. И эти галактики в какой-то момент оказались устроенными даже как рациональные числами. Дух между другом. Вот. Но сейчас мы не будем это вдаваться. Мы немножко вспомнили, что мы расширили, элементарно расширили натуральные числа, добавив еще какие-то дополнительные элементы. И вот на этих элементах там был у нас автоморфизм. В какой-то момент ключевой в доказательстве мы вычитали единичку. Вот эту единичку невозможно было вычесть из натуральных чисел, чтобы это был автоморфизм. А вот из тех новых добавленных, там вот единичку удавалось вычесть. Потому что добавили мы целые числа. Мы с натуральным числом добавили, сколько это копий целых. И вот там единичка уже вычиталась. Вот такая была история, что мы расширили натуральные числа, и там уже автоморфизм существовал. А автоморфизм нам был полезен для чего-то. Сейчас не будем уже вспоминать. Ну вот, так вот, если теперь придумать, как всегда добиться, чтобы всегда был автоморфизм. Оказывается, что автоморфизм найдется, если мы разрешим себе элементарное расширение. И вот придумал эту штуку такой замечательный математический логик, которого звали Ларс Свинониус. Он тут вот нарисован на этой картинке. Ну вот, кто-то может догадаться, хотя фамилия не совсем шведская, но такая латинизированная шведская. То есть, видимо, она означает как раз швед, но по латыни. Ну а Ларс – такое довольно скандинавское шведское имя. И вот Ларс Свинониус действительно жил в Швеции, как ему и полагалось. И вот, в конце концов, он там окончил университет, написал диссертацию и доказал там теорему, о которой мы сейчас перейдем, опубликовал ее в 1959 году в журнале под названием «Теория», такое красивое название, издававшееся университетом Лунда, шведским городом Лунда. Но вот поскольку он напечатал его там, то эта его теорема так более-менее, может быть, это одна из причин, по которой она не так уж получила широко, не такую широкую известность получила в последующие годы, но на самом деле является одним из основных результатов математической логики, как раз связывающий определимость и автоморфизм. Вот сейчас мы про это пойдем, будем говорить. Да, значит, Ларс, он как раз очень скоро после этой доказательства своей замечательной теоремы, он переехал в Америку и жил в Калифорнии. Ну там же, где работал, например, Тарский и Вод, раз на другие замечательные люди. Вот Тарский был как раз главой теории модели. Помните, Тарский эмигрировал в Соединенные Штаты еще до войны, когда вот замечательная польская школа логиков распалась из-за эмиграции. Ну а эмиграция во многом была связана с тем, что в Европе нацизм начал нарастать. Ну и действительно, многие из тех поляков, которые не эмиграют, прежде всего, конечно, польские евреи, они были уничтожены просто нацистами во время Второй мировой войны. Ну вот, а Ларс – это другая история. Уже после войны он действительно переехал в Соединенные Штаты, ну а в Швеции так существенной теории модели и не возникло. Ну, хотя какие-то работы были. Ну вот, так вот, значит, нам нужно придумать, чтобы понять, что R – это некоторые отношения, неопределимые через S, нам нужен автоматизм, который S сохранит, а R не сохранит. Ну, например, отношение, которое плюс двойку сохраняет, а плюс единицу не сохраняет. Вот такая история. Ну, начнем мы с такого же самого фокуса, как мы уже время от времени делали. Мы все время соотносительно рассматриваем структуры, некоторые модели для теории, а с другой стороны строим теории. И дальше очень часто используем теорему компактности, когда нам нужно от какой-то необозримой теории рассмотреть некоторую конечную ее часть, и это окажется очень удобно. Ну вот, и вот начинаем строить теорию. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы в этой теории были все утверждения верные происходную структуру, тем самым мы отображаем всю ситуацию по структуру, и, естественно, это нам важно для того, чтобы там писать автомашизм и все прочее. Значит, универсум у нас, давайте считать, что счетный. Мы будем доказывать вот эту, рассматривать ситуацию для счетного универсума. Вот это для нас будет существенно. Ну и мы можем добавить имена всех элементов исходной структуры в нашу сигнатуру. И дальше мы хотели бы как-то в теории отразить, что у нас вот нечто является автомарфизмом. Ну, во-первых, что значит нечто? Ну, у нас нету символов для каких-то функций, операций и так далее. Ну и не будет специального символа для отношения этого автомарфизма. А мы будем просто как-то действовать с отдельными парами, входящими в автомарфизм. И, кроме того, нам нужно будет учесть, что построенный нами автомарфизм, он будет нарушаться для отношения R. Ну вот, мы будем строить этот автомарфизм очень постепенно. Мы рассмотрим такой многоступенчатый процесс. На каждой ступеньке мы будем как раз выбирать просто пару элементов, давать им имена. И вот это будут элементы, переходящие друг в друга при этом автомарфизме, который мы строим постепенно. И его имя, как я уже сказал, в структуру мы не добавляем. Вот такой будет процесс. Ну, может быть, не вполне понятно, но формально давайте с этим согласимся. Пойдем дальше. Значит, ну вот, как нам построить структуру? Ну вот, давайте мы просто возьмем два вектора. Вектор А и вектор В. И потребуем, чтобы переход от А к Б был бы чем-то вроде автомарфизма. То есть, при нем бы сохранялись все формулы исходной сигнатуры с n свободными переменными. Ну вот, очень хорошо. Значит, мы автомарфизма еще далеко не построили, но на векторе А и векторе В значения будут одни и те. Ну, хорошо. Дальше потребуем, чтобы R, наоборот, было бы разным на А и В. Просто напишем такую формулу, что R на А и В неэквивалентна. Итак, в теории мы включаем все исходные формулы, использующие именно для всех объектов. Дальше включаем утверждение о том, что на А и В новые имена А и В у нас эквивалентны для всех формул вообще, для счетного множества формул. А вот для R неэквивалентна на А и В. Ну, получили такую теорию. Ну, как всегда, нам нужно про эту теорию понять, что у нее имеется модель, что она выполнима. Ну, вот всегда мы этим занимаемся. Вот. Ну, как всегда, мы действуем от противного. Пусть наша теория невыполнима. И тогда есть у нее конечная невыполнимая под теорию. Ну, и вот здесь нам, конечно, как раз потребуется лемма. Но прежде чем к этому перейти, давайте еще раз поймем, нет ли вопросов по тому, как мы устроили теорию и чем мы сейчас заняты. И могли бы вы повторить вот прям очень кратко, вот на идейном уровне? Что-то немножко ускользнуло. На идейном уровне мы строим теорию, в которой верна вся теория про нашу структуру. У нас есть исходная структура, мы про это все время не забываем. Дальше мы берем два объекта, на которых не выполнено, что они эквивалентны относительно R. То есть R на них различен. Поэтому R на них, вот если мы при каком-то будущем автоморфизме переведем A в B, то тогда это не будет автоморфизм DR. Об этом и стоит наша цель. Но одновременно мы хотим, чтобы все отношения исходной структуры на A и B были одинаковыми. И мы это тоже пишем. Вот такая теория. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Ну вот, так вот, значит, пусть R неопределима. Почему теория выполнима? Ну вот, мы доказываем от противного, во-первых, а во-вторых, используем компактности. Если теория невыполнима, то у нее есть конечная невыполнимая под теория. Ну понятно, если всякая конечная выполнима, то и все выполнимо. Значит, если невыполнима, то есть конечная невыполнимая под теория. Ну вот, и дальше все замечательно. В этой под теории имеется какое-то количество формул. Ну вот, в этих формулах у нас мы требовали эквивалентности на A и B для всех формул. Все, эквивалентность имеет место. Ну и дальше у нас имеется… Что у нас не выполнилось? Давайте подумаем. Значит, если у нас R на A и B различные… Извините, а R – это отношение, которое мы хотим доказать, что невыразимо? Ну да, неопределимо, да. Значит, мы потребовали, чтобы R на A и B было различным, а чтобы все формулы из нашей исходной теории были бы одинаковы. Ну и теперь, значит, если у нас получилось, что R тоже одинаково, то значит, оно определимо через остальные. А почему у нас R одинаково? Значит, мы нашли конечную невыполнимую под теорию, да. Но все формулы исходной теории там выполнимы. Значит, возьмем такие A и B, на которых все наши формулы эквивалентны, которые мы взяли. Такие, конечно, есть. А R для них неэквивалентно. Вот так не бывает. Мы пришли к противоречку. А что за лиобовку использовали? Значит, если у нас все отношения из этого конечного множества одинаковы на A и B, R тоже одинаково, тогда R определима, а мы рассматриваем случаи, когда R неоподелима. Ну вот, значит, простое рассуждение, но, видимо, поскольку здесь мы все время переходим от рождения к его отрицанию, то здесь можно и запутаться. Тем не менее, вы легко это сами восстановите. Ну, раз у нас теория оказалась выполнимой, то существует ее модель. Почему? Ну, понятно почему. И она является элементарным расширением исходной структуры. Вот это, собственно, и есть главная теорема, что они модели. Ну вот, давайте теперь вот увидим, что в этой модели у нас будет, конечно, какое-то значение для этих A и B, которые различаются с помощью R. Значит, мы определили то, что можно назвать конечным автоморфизмом. Мы для всех формул, которые у нас есть в нашей, которые можно сказать про нашу, предсказание, которое верно для нашей структуры, они будут, переход от А к B будет автоморфизмом, а для R автоморфизма не будет. Ну, в частности, для всех исходных отношений структуры, для всех отношений в сигнатуре будет иметь место такое обстоятельство. Итак, мы построили, сделали нулевой, можно сказать, шаг. Мы построили элементарное расширение исходной структуры и нашли такую в этом элементарном расширении будет такая пара объектов, что переход одного к другому сохраняет все отношения исходной структуры, а отношения R не сохраняет. И при этом ключевым моментом, кроме использования термокомпактности, была Лемма, которая говорила, что если для конечного множества все они, формулы сохраняются, а R нарушается, то тогда R определима. А мы рассматриваем ситуацию, когда R неопределима, и строим модель, где это будет показываться с помощью автоморфизма. Ну вот, и продолжаем построение автоморфизма и расширение элементарного расширения структуры. Ну вот, на каждом шаге мы будем строить конечный автоморфизм. Но при этом вы помните, что автоморфизм – это взаимнозначное соответствие отображения множества на себя. Ну поэтому, если мы хотим построить, в конце концов, настоящий автоморфизм, то нам нужно по ходу дела добавлять и какие-то элементы в образ, и какие-то элементы в прообраз. То есть мы должны заботиться о том, чтобы всякому объекту что-то соответствовало, и наоборот, чтобы в каждый объект что-то попадало. Ну поэтому мы будем чередовать шаги, когда мы расширяем само множество и расширяем автоморфизм на самом множестве и на его образе. Для этого нам понадобится добавлять все время какое-то счетное количество объектов. Ну вот мы можем заранее дать им имена, чтобы лишний раз с этим не путаться. Мы можем иметь счетное количество счетных множеств объектов и дать им имена. Но каждый раз, вы помните, что мы можем всегда, строя модель, добавлять расчетное количество элементов, получать элементарное расширение. При этом мы будем все время стараться, чтобы у нас сохранялись все отношения, что мы строили, частичный автоморфизм. И при этом будем добавлять все новые и новые объекты и одновременно следить, чтобы у нас на всех формулах сохранялись бы отношения. При этом то, что у нас R не сохраняется, это мы уже обеспечили. Мы будем все время строить элементарное расширение нашей модели, нашей структуры. А то, что R нарушается, это уже в самой исходной структуре, в нулевой структуре, которую мы построили, уже выполнено. R будет нарушаться на вот этой паре AB исходной. Ну и каждый раз мы будем расширять и вот этот самый конечный автоморфизм. А что происходит на очередном шаге? Значит, на очередном шаге у нас имеется исходная структура. И в сигнатуру мы считаем, что добавили все элемена объектов этой структуры. И пусть вот у нас имеется конечный такой автоморфизм F, который еще далеко не автоморфизм всего, но у него имеется конечная область определения из M объектов. Ну вот давайте эти M объекты объединим в один вектор C. И дальше вот мы хотим расширить наш автоморфизм, добавить еще что-то. Ну вот мы берем область определения, вот рассмотрим, помните, мы решили два случая рассмотреть, когда у нас расширяем область определения автоморфизма и множество значений. Выбираем первый нерассмотренный объект в области определения автоморфизма, выписываем все формулы, ну куда мы можем подставлять с одной стороны уже имеющиеся объекты, а с другой стороны вот еще имя A, у которого пока нету значения. Значит, строим теорию, берем теорию предыдущей структуры, в частности используя имена для всех объектов предыдущей структуры, и добавляем формулы, означающие, что значение выписанной формулы для того, что получается из C, ну у нас FI определено на векторе C, вот есть некоторые образы для каждого из элементов из области определения, и вот этой неопределенной переменной, неопределенного имени B. Ну и потребуем, чтобы у нас значение всякой формулы на вот FI, C и B было то же самое, что на C и A. То есть потребуем опять-таки автоморфизма для всех вообще формул от M плюс одной переменной. Все формулы от M плюс одной переменной у нас будут сохраняться. И вот все это отнесем к нашей теории. Ну, опять-таки, у этой теории должна существовать модель. Почему? Ну, опять-таки, по компактности. Пусть есть некоторая невыполнимая конечная система формул, и тогда мы берем формулу с квантером существования. Здесь нам нужно же будет квантер, что B не существует такое, чтобы у нас выполнялась эта формула при переходе от FI от C к C. Ну, значит, в силу того, что у нас автоморфизм на C у нас должно быть невыполнено и для значения C. Поэтому, опять-таки, используя автоморфизм на C и используя конечную компактность, то есть перейдя к конечному систему формул, навесив на них квантер существования, мы получили противоречие. Значит, у нас существует модель. Ну, а если эта модель существует, значит, у нас существует такая пара A и B в этой модели значений для имени A и для имени B, при котором у нас сохраняются все формулы. Сохраняется любая конечная множество формул, значит, вообще сохраняется все формулы. Вот так мы расширили наш конечный автоморфизм, добавив еще в него одну пару. Ну вот, и дальше мы чередуем шаги для области определения для множества значений. Ну, и дальше делаем еще один стандартный шаг, который мы уже проделывали. Мы берем объединение всей возрастающей цепочки элементарных расширений, и это тоже будет элементарным расширением исходной структуры. Значит, вот здесь опять мы пользуемся той же самой компактностью, ну, по существу. То есть, если мы на каждом конечном шаге получали элементарное расширение, то и в конце мы тоже его получим. Ну, вот можете сами посмотреть, если как мы делаем, доказываем, что нечто является элементарным расширением. Значит, вот так устроено доказательство. Ну вот, что мы выяснили? Значит, мы выяснили следующее. Пусть у нас имеется счетная структура, то есть, имеется счетный универсум и счетная сигнатура, и дальше некоторое имя R со значением. Вот, это R нельзя определить, так далее, только тогда, когда существует опять счетное элементарное расширение и автомофизм, не сохраняющий R. То есть, мы доказали, что метод автомофизма универсален. Вот, ну вот, давайте, у нас есть еще некоторое время, чтобы понять, как мы доказывали эту теорему, какие есть вопросы. Ну вот, мы заготовили себе вспомогательную лему, которая говорит, что если у нас отношение R, оно как бы соответствует идее автомофизма, то есть, вот, если для F некоторый переход от одного вектора к другому автомофизм, то и если R неопределимо, то тогда, значит, оно где-то отличается. А если оно будет везде совпадать, то просто можно бы сдать формулы. Значит, это понятно, да? Дальше. А можно такое доказательство провести для задачи про отношения плюс один и плюс два натуральных чисел? Да, это было бы замечательно, действительно. Можно пытаться это проделать. Ну и каждый раз можно… Мы, значит, в нашем доказательстве у нас была такая ситуация типа теоремосуществования. То есть, мы говорили, что если… Мы доказывали выполнимость некоторой теории. То есть, у нее существует модель. Но вот, к сожалению, эта модель неизвестна какая. Мы не строили ее явно. Но в ситуации с натуральными числами и, скажем, плюс один, там нам в некотором смысле везет. Значит, мы можем построить модель явно. Значит, берем натуральные числа и берем плюс два. И пытаемся доказать, что плюс один невыразимый через плюс два. Мы же хотим доказать… Неопределимый через плюс два. Мы же хотим доказать неопределимость. Верно? Значит, поэтому давайте посмотрим, можем ли устроить какое-то элементарное расширение натуральных чисел, где у нас… И придумать такой автоморфизм, чтобы для плюс два он был автоморфизмом, а для плюс один не был. Значит, как его построить, это элементарное расширение? Итак, задача. Берем натуральные числа. Берем отношение плюс два. Ну, оно замечательно работает на натуральных числах. Да, там 0,2, 1,3 входит в это отношение. Все в порядке. Берем отношение плюс один. Пытаемся доказать, что плюс один нельзя выразить через плюс два. Для этого нужно построить элементарное расширение для плюс два. Какое мы строим элементарное расширение? n плюс z. Ну да, возьмем просто n плюс z. Возьмем, добавим к n просто плюс z. Очень хорошо. Как мы определяем на компоненте z плюс один и плюс два? Ну, понятное дело. Значит, у нас есть плюс один, есть плюс два. Все хорошо. Значит, как мы доказываем теперь, что плюс один не выразима через плюс два? n оставляем на месте, а для z делаем такой же автоморфизм, какой мы делали для z. То есть, сдвигаем одной четности числа, а вторые оставляем на месте, при этом у нас плюс один на них не будет сохраняться. Да, совершенно верно. Значит, действительно, мы так и действуем, что раз на натуральных числах нет автоморфизма, ну и бог с ним, но нет и нет. А вот на целых числах, на второй компоненте, мы как раз используем в точность тот трюк, который кто-то из вас придумал. Что нужно к каким-то четным числам, скажем, добавлять двойку, тогда плюс два сохраняется, а нечетное оставлять на месте, например. Тогда плюс два на нечетных тоже сохраняется, но вот вся эта вместе конструкция плюс один уже не сохраняет. Потому что понятно. Ну вот, значит, таким образом мы получили вот такой конкретный пример. Ну, здесь, видите, здесь нам удалось сразу просто добавить еще одну компоненту и добавить сразу автоморфизм, который действует так замечательно. Вот, но в случае теремости веномиуса, как бы ее сил состоит в том, что это всегда получится, что всегда мы можем, начиная вот с исходной структуры, как-то ее постепенно расширять. На нулевом шаге мы добиваемся того, чтобы у нас нарушалась исходная... На нулевом шаге мы добиваемся, чтобы у нас R нарушалась. Вот, а на всех других формулах, значит, у нас имелось бы у нас на паре элементов другие формулы бы сохранялись. Ну вот, значит, и это мы делали в случае... Мы добивались того, чтобы R нарушалась на нулевом шаге. Ну вот, а дальше мы уже заботились только о том, чтобы постепенно выстроить автоморфизм. Мы постоянно добавляли все больше и больше элементов. Ну и как бы получалось так, что у нас каждый раз была структура со счетным универсумом, а мы добавляли всего лишь по одному элементу к автоморфизму. То есть мы добавляли пару, которые нужно добавить в автоморфизм. У нас из A получалось B. То есть вроде бы немножко. Потом снова мы добавляли счетное количество элементов, потому что строили модель. И добавляли опять всего лишь пару A и B. Но фокус в том, со счетными бесконечными множествами, как вы понимаете, то когда мы все это объединяем, то с одной стороны мы получили модель всего, счетную при этом. А с другой стороны, у нас удалось нам дойти до каждого элемента строящейся структуры. Все время мы брали элемент, для которого еще нет образа или элемент, который не является образом. И вот добавляли его. Поэтому в конечном итоге мы добрались до всех элементов. Все их замечательно использовали. И с другой стороны получили вот это самое элементарное расширение. Вот так это устроено. Извините, а можно еще вопрос? А вот вы говорили самостоятельно подумать. И я вот не до конца понял. Вот для натуральных чисел чем нам не подходит автоморфизм, переводящий нечетные числа в четные, а четные в нечетные? Значит… У нас 0 не остается. Что? Ну 0 же мы могли выразить, а 0 не остается на месте. Это не автоматически. Ну 0 мы могли выразить для отношения плюс 1, а для плюс 2 непонятно, как 0 решать. Так, значит, еще раз. Вы предлагаете 0 куда перевести? 0 перевести в 1, 1 в 0, и так четные перевести числа в нечетные, прибавив 1, а нечетные в нечетные, нечетные в четные в вычетные в вычетные. Да, замечательно. И это будет автоморфизмом плюс 2, да? Значит, мы получили так. Мы, значит, все нечетные уменьшаем на единицу, да? А все четные увеличиваем на единицу, да? У нас ведь тогда это не будет автоморфизм как натуральных чисел, потому что в них есть 0 или единичка, как фиксированный наименьший элемент с именем. У нас же вроде нет отношений, чтобы у нас был наименьший. У нас отношение плюс 2. Значит, мы хотим построить такой автоморфизм, который у нас будет сохранять. Значит, мы хотим построить автоморфизм, который у нас сохраняет отношения плюс 2, а вы хотите построить, да? И не сохраняет отношения плюс 1. Да. Можно я могу попытаться его нарисовать? Я просто этот же вариант предлагал минут 20 назад. Угу, угу. Значит, мы хотим... Дело в том, что у вас просто перевернуто то, что мы хотим. Значит, мы хотим... А вот тут есть даже картинка появляется, да? Ну, я постарался по возможности показать, что я хочу сделать. Надеюсь, вполне понятно. Ну, да, я думаю, что здесь все понятно нарисовано. Вот так. Ну, как вы считаете, что из этого вытекает? Вот давайте спросим других участников, вот не автора этого решения, а других участников, что мы получили. Построили мы автоморфизм чего? Множество натуральных чисел через, ну, фактически, который сохраняет плюс 2. Да. Значит, мы построили автоморфизм на натуральных числе, который сохраняет плюс 2, и значит, все, что выразимо через плюс 2... Должно через этот автоморфизм сохраняться. Да, должен сохранять этот автоморфизм. Вот. А плюс 1... Не сохраняется, очевидно. Не сохраняется. Вот. Есть ли какие-то сомнения в том, что мы это построили? Мы сейчас берем какую модель натуральных чисел? Обычную просто. Считаем ли мы, что у нас есть имя единичка или ноль? Ну, ноль, скорее. Когда мы строим автоморфизм, нам не нужны имена. Мы просто рассматриваем множество, и в нашей структуре имен не нужно для этих элементов. Мы просто описываем, как переходят сами элементы. А об именах мы не заботимся. Мы не заботимся. Имен может не быть. Ну, вроде все нормально. Вроде действительно это автоморфизм, который сохраняет нашу структуру. Да. Значит, это автоморфизм, при котором у нас сохраняется плюс 2, а плюс единичка не сохраняется. Ну, вот, значит, тем самым у нас здесь получилось решение этой задачи. Да. Значит, нам оказывается, что в этом случае нам не нужно было даже строить еще какое-то дополнительное множество. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда зафиксируем, что это вы сделали. И у нас есть еще одна задача в конце. Вот. Вы ее можете прочитать в лекциях и тоже попытаться ее обдумать и решить. Вот написано здесь, что терема бета. Все. Мы исчерпали наше время. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо за лекцию. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. На сайте выложена вроде немного другая презентация, чем здесь была показана. Да. Тут у меня какая-то возникла путаница. Я думаю, что нужно уководствоваться с тем, что есть на сайте. Там что-то более подробное. Так что вы можете на это посмотреть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.